Добрый вечер. Информационная программа неделя в студии Георгий Плиев. На этой неделе в республику прибыла делегация Совета Федерации Федерального Собрания России. Возглавляет делегацию член комитета по международным делам Сергей Цеков. На встрече с президентом Анатолием Бибиловым было отмечено, что благодаря взаимодействию законодательных органов двух стран было решено уже немало значимых вопросов. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. Анатолий Бибилов поприветствовал гостей, которые возглавляют Межпарламентскую комиссию Российской Федерации и Республики Южная Осетия, отметив, что работа, проводимая комиссией, эффективна. Я могу, как в прошлом, председатель парламента сказать, что, конечно, эта комиссия работает очень эффективно. И был определенный период, пандемийный период, когда чуть-чуть они приостановили работу, но контакты, которые были, они нам позволяли решать те вопросы, которые стоят между парламентом Республики Южной Осетии и Советом Федерации. Мне очень приятно, как президенту, что между нашими законодательными органами есть такая тесная связь. Мне очень приятно, что те вопросы, которые ставятся, и те вопросы, которые обсуждаются, они находят и понимания, и решения. Много вопросов, связанных, конечно, в первую очередь в социальной сфере. И то взаимодействие, которое у нас было и есть, и уверен будет в будущем, будет способствовать, конечно, более тесному сотрудничеству и будет способствовать тем интеграционным процессам, которые у нас заложены в базовом документе, договоре, который был подписан в 2015 году. Глава государства подчеркнул, что дальнейшая работа будет способствовать развитию взаимодействия между законодательными органами стран. Хочу подчеркнуть, что уверен, что вся эта работа будет продолжена, будем выходить на новые уровни взаимодействия. И, конечно же, все эти результаты работы совместной будут влиять на будущее и на сегодняшнее благополучие населения Республики Южной Осетии. Со своей стороны Сергей Цеков поблагодарил главу государства за теплый прием. Он выразил надежду за дальнейшее результативное сотрудничество. Слова за правильные оценки по нашему сотрудничеству России и Южной Осетии. Конечно, мы проблемы Южной Осетии воспринимаем как свои собственные проблемы. Уверен, что Южная Осетия воспринимает и проблемы, и победы в России как свои собственные победы. Конечно, нам предстоит еще очень много работы. Я вот по работе в комиссии вижу, что нам приходится иногда нащупывать какие-то слабые места в нашей действительно совместной работе с Осетией. И по результатам уже наших заседаний появляются какие-то соглашения, какие-то новые решения принимаются на уровне правительства Российской Федерации, на уровне законодательной власти Российской Федерации. Таким образом, мы действительно шаг за шагом решаем те социальные, прежде всего, проблемы, экономические проблемы, которые есть в Южной Осетии. Антон Лебебилов также передал слова благодарности и добрых пожеланий председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко. Еще с моей депутатской деятельностью и должностью председателя парламента у нас сложились очень добрые отношения. И был очень сегодня президентом Республики Южной Осетии по возможности звоню, общаемся. И когда у нас был определенный такой кризисный момент, конечно, то, что по моей просьбе приехали сенаторы Совета Федерации, это способствовало действительно такому снижению, определенно снижению той напряженности, которая была в Южной Осетии. За это огромное спасибо вам. И спасибо еще раз, пожалуйста, передайте мои слова благодарности и искреннего уважения. В завершении встречи указом президента Республики Южной Осетии Сергей Цеков был награжден Орденом Дружбы. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Крым-Казанков медалью во знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Далее на рабочем совещании совместной межпарламентской комиссии стороны обсудили ряд важных вопросов. Речь шла и о приглашении на работу российских специалистов. Дело в том, что они не хотят приезжать работать в нашу республику, так как в России этот стаж не засчитывается. И они теряют проработанные в Южной Осетии годы. Подробности расскажет Зарина Кочева. С делегацией Совета Федерации России во главе Сергеем Цековым сегодня встретился глава законодательного органа Алан Таттеф. Он выразил уверенность в том, что совместная работа по решению многих задач будет успешной. Комиссия, которую вы возглавляете в Совете Федерации, она благотворно работает с парламентом Республики Южная Осетия. Но я уверен, что в дальнейшем наши взаимоотношения будут еще более укрепляться. Сергей Цеков поблагодарил спикера Югостинского парламента за теплый прием и выразил надежду на плодотворную работу. Мы считаем Южную Осетию не просто близким нам государством, не просто дружеским государством. Мы понимаем, что Южная Осетия это государство, которое, ну, наверное, одно из самых, ну, не то что, опять-таки, близких. Это государство, которое, ну, считает Россию вообще основным другом, товарищем, помощником. Вот мы это знаем, мы это понимаем. В Схинвале прошло заседание совместной комиссии по сотрудничеству между парламентом Южной Осетии и Советом Федерации России. Стороны обсудили социально значимые вопросы, в частности, был поднят вопрос о трудовом стаже работающих в Южной Осетии российских граждан. Депутат парламента Александр Плеев отметил, что российские специалисты опасаются приезжать работать в нашу республику, так как затем в России не засчитывают стаж и они попросту теряют проработанные в Южной Осетии годы. У нас очень свежий, действительно, вопрос, кадровый вопрос ставят всегда в такой, что российские специалисты, в том числе и наши соотечественники, не едут в Южной Осетии работать, тем более с опытом работы, потому что приезжая в Южную Осетию, у них теряется стаж работы. В том числе, например, как мои коллеги-врачи. То есть у меня одно предложение такое, чтобы заключить с Российской Федерацией международное соглашение, как предыдущие соглашения и по этому направлению пойти, чтобы взаимозачет вот этого стажа шел. И второе направление это проработать по ведомственному. Глава Минздрава Суслан Нанева отметил, что эта проблема ограничивает возможности привлечения специалистов из России. Решение вопроса имеет стратегическое значение для сферы здравоохранения. Стаж перед работой граждан Российской Федерации, проживающих на территории СССР и Южной Осетии, ограничивает возможность привлечения высококлассных специалистов из Российской Федерации на какой-то продолжительной основе. Поэтому положительное решение этого вопроса имеет для нас стратегическое значение в сфере развития всей отрасли здравоохранения. Пути решения, я согласен с Александром Михайловичем, мы имели предварительный разговор на эту тему. Вот эти направления, по которым мы предлагаем двигаться в решении этого вопроса. Российский сенатор предложил поработать над разработкой соответствующего соглашения, которое позволит решить проблему. Нам надо очень предметно работать над достижением, над разработкой соглашения, который позволил бы это учитывать. В частности, вот насколько я знаю, что вот в 2018 году, когда выходила Южная Осетия, выходила с предложением о заключении соглашения об учете, в общем, ну и так далее. То, что вы поднимаете, речь идет. Речь шла об организации медобслуживания, включая санитарно-курортное лечение граждан Южной Осетии, нуждающихся в лечении от бесплодия в специализированных медучреждениях России. Глава Югостинской части совместной комиссии Зазадрияев отметил, что к нему обращается много молодых людей с этой проблемой. Глава Минздрава Суслан Нанива отметил, что механизм решения вопроса вполне понятен. Пути решения данной проблемы тоже понятны, механизмы решения тоже понятны. Первый вариант – это через систему обязательного медицинского страхования для граждан, постоянно проживающих и прописанных на территории Республики Южная Осетия. Второе предложение – это вариант собственного развития. И тут опять же есть два варианта. Первый вариант – мы делаем на базе одного из отделений соответствующую организацию оказания данного вида медицинской помощи полностью государственную. Второй вариант – мы привлекаем специалистов из частных сетей клиник Российской Федерации, специалистов для организации подобного вида оказания медицинской помощи на территории Южной Осетии, возможно, в формате какого-то частного государственного просмотра. Все озвученные вопросы необходимо решать комплексно. Российская сторона безлагательно посодействует в их разрешении. И, конечно, мы не просто должны, мы обязаны оказывать здесь помощь Южной Осетии. Но вы правильно обозначили проблему о том, что, конечно, тот, кто имеет полис обязательного медицинского страхования, тот может получить соответствующее лечение фактически во всех лечебных учреждениях Российской Федерации. Если нет, то за счет бюджета готов оказывать вам всестороннюю поддержку. Я думаю, что Российская Федерация, в целом, структуры Российской Федерации, они будут тоже готовы оказывать вам содействие. Депутаты в очередной раз подняли проблемы ввоза Юго-Синских транспортных средств через таможенный пункт Нижний Зарамак. Это реальная проблема, в которой сталкиваются наши граждане. То есть 95% граждан нашей республики также являются гражданами Российской Федерации. И я бы от себя лично, и от депутатского корпуса, и от граждан республики Южной Осетии хотел бы вас попросить, чтобы вы нам указали содействие решения этого вопроса. Жители Южной Осетии ежедневно сталкиваются с этой проблемой, между тем вопрос не решается. Граждане Южной Осетии сталкиваются с этой проблемой каждодневно. А некоторые из наших граждан, которые работают по этой дороге и по нескольку раз в день. С учетом этой проблемы, которая не решается уже положительно и по закону, как мы понимаем, некоторое количество времени, мы создали в парламенте комиссию по решению, по изучению этой ситуации на таможне. И я думаю, через какое-то время мы соберем больше информации, которую предоставим вам. Российский сенатор отметил, что проблема ему известна, так как поднималась и ранее. Он предложил парламентариям направить в Совет Федерации официальное письмо, чтобы начать работу в этом направлении. 22 июня День памяти скорби Южной Осетии присоединилась ко всем памятным мероприятиям. В их числе и к акции свеча памяти на Аллее славы, Вечного огня в памяти о тех, кто сражался за нашу свободу, были зажжены свечи. В Южную Осетию был доставлен огонь, зажженный из лампадки на могиле неизвестного солдата в Москве. Акция свеча памяти прошла на Аллее славы у Вечного огня. Здесь собрались представители руководства республики и общественность. Были зажжены свечи в память о героях, отдавшие жизнь за великую победу. В республику был доставлен огонь, зажженный из лампадки могилы неизвестного солдата в Александровском саду. Кроткое пламя свечи – это символ памяти и сердец и бесконечная благодарность участникам войны. В эти дни каждый из нас должен задуматься о том, как мы храним мирное настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней. Активное участие в военных действиях приняли оседины. Военкоматы отправляли на фронт совсем молодых солдат. Этот день, 22 июня, был самым длинным днём и для тех солдат, тех пограничников, которые встретили врага в нашей границе, и тех матерей, которые прикрывали собой своих детей, которые ещё не проснулись, которые ещё не видели этого мира, и тех стариков, которые прошли не одну войну. Это безумие, которое продолжалось почти 4 года, которое унесло 25 миллионов человек. Это поколение, поколение мужественных людей, которое сражалось на фронтах, которое ковало сталь, которое растило хлеб, которое давало всё для боя, всё для победы. Участники акции почтили память погибших минутой молчания. Важно сохранить историческую память о таких событиях и передавать память из поколения в поколение. Нехватка питьевой воды, отсутствие уличного освещения, проблемы с сельхозтехникой во время уборочных работ, эти и другие вопросы были подняты жителями сел Ленингорского района на встрече с главой администрации и министром сельского хозяйства. Кроме того, жители озвучили пожелание обеспечить население Цинагарской зоны хлебом и продукцией с хинвальского хлебокомбината. Подробности в репортаже Анжелы Кокоевой. Вопрос о водоснабжении населения сельской местности остаётся в приоритете. По всей республике нередкие обращения от жителей сел к главам администрации. Одно из таких обращений поступило на имя главы Ленингорского района Владимира Гульева. Жители сел Абреевской сельской администрации каждое лето испытывают нехватку питьевой воды. Всё дело в том, что многие используют питьевую воду для орошения, а в это время остальная часть жителей не может набрать воды даже для приготовления еды. Главой районной администрации было предложено установить счётчики для воды и суточная норма для каждого дома 1 тонн. Если же они будут использовать больше, то эти дома будут отключать от водоснабжения на определённое время. И только таким образом можно решить проблему с нехваткой питьевой воды. Предложение главы районной администрации поддержало большинство жителей. На встречу с населением в Ленингорский район выехал и министр сельского хозяйства Алам Маргиев. У жителей, которые занимаются земледелием, было много вопросов. В основном они касались обеспечения сельскохозяйственной техникой. Ведомство в этом году приобрело новую сельскохозяйственную технику. Сейчас на балансе ирогропромсервиса в Ленингорском районе три комбайна, но к ним прибавится ещё один. В Тенагарскую зону вводит направлена и другая техника, сказал министр. В этом году жители этой местности также были обеспечены семенами кукурузы. В Тенагарскую зону вводит на сельскохозяйственную технику. Министерство сельского хозяйства поможет и в ремонте техники, которая простаивает годами. Среди озвученных пожеланий обеспечения населения Тенагарской зоны хлеба. По словам Владимира Гулиева, этот вопрос решён. Теперь у жителей будет возможность купить свежую буханку хлеба и другую продукцию с ханеварского хлебокомбината. Несколько раз в неделю машина предприятия будет объезжать села в Тенагарской зоне. Как добавил Гулиев, в район также будут привозить цистерну с газом, чтобы жители заправляли баллоны на месте. О насочных проблемах рассказали и жители села Тенагар. Среди них уличное освещение. Гулиев проинформировал, что в начале июля начнутся работы по замене опор линий электропередач. «Масьте, надежь» Не то рухс, а че я побалю? Нет, это это я всегда надо. Я стараюсь первоначальными видами. У меня было уже проблемы, что я просто боюсь. Я говорю, что это не моя вопроса, а не моя вопроса это. Давайте я будешь вор и не собираю тебя. Я хочу ответить на ваши вопросы. Мне кажется, что я не знаю, что это. И я вся часть этого человека делает. Аналогичная ситуация с нехваткой питьевой воды сложилась и в селе Динагар, которую также планируют решить установкой счетчиков. К главе района обращались и с личными проблемами. По мере возможности поможем каждому, сказал глава района. 25 курсантов из Южной Осетии. На этой неделе по итогам различных экзаменов стали известны имена студентов, поступивших в высшее учебное заведение МВД России. Вступительные испытания проходили здесь, в республике. Оценивал абитуриентов специальная комиссия. За ходом экзаменов могли наблюдать и родители. Подробности в нашем следующем материале. Ежегодно в УЗР по линии МВД представляются целевые места. В этом году курсантами высших учебных заведений МВД России стали 25 человек из Южной Осетии. С 1 по 15 апреля у нас был прием первичных документов. В последующем у нас был проведен психодеонарстическое обследование. С участием компетентных лиц. В последующем проводились вступительные испытания. Через пять лет правоохранительные органы Южной Осетии пополнятся молодыми кадрами. На данный период времени в этом году МВД России предоставила места в четырех вузах. Это у нас Воронежский институт МВД России, Нижегородская академия МВД России, Краснодарский институт МВД России и Орловский юридический институт. По четырех специальностям. Это у нас правообеспечения национальной безопасности, экономическая безопасность, специальные радиотехнические системы и компьютерная безопасность. В настоящее время проводится сбор необходимых документов для правильного и корректного оформления личных дел. Для объективного и качественного отбора кандидатов на учебу была создана приемная комиссия по проведению вступительных испытаний с участием преподавателей ЮГУ. Кроме того, за ходом экзаменов следили представители администрации президента, комитета по молодежной политике, а также родители абитуриентов. Веда проводились достаточно прозрачно, с привлечением и участием представителей администрации президента Республики Южной Осетии, также представителя комитета по молодежной политике и спорту и туризм, и с привлечением и наблюдением от родителей, самих абитуриентов. То есть все было прозрачно, все они олицетворяли, видели, поэтому я думаю, что все прошло очень сильно объективно и вполне правильно. Абитуриенты прошли спецпроверки, психодиагностическое исследование, медкомиссию, а также сдали экзамены по русскому языку, математике, истории и обществознанию, нормативы по физической подготовке. Процесс поступления фиксировался на видеокамеру. Перед экзаменами абитуриенты сдали мобильные телефоны и иные электронные устройства. В самом разгаре работы по восстановлению столичных улиц. Рабочие бригады синхронно трудятся на нескольких улицах Цхиньвала. Совершается этап за этапом. На улице Мирно Губэнергоресурс уже приступил к замене сети газоснабжения. Старые изношенные газовые трубы сменят на пластиковые. Во время работ мы не отключаем в домах газ, соблюдаем все правила безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, рассказывают рабочие. На улице Санакоева в микрорайоне Шанхай во время работ произошел взрыв газа. Но и эту аварию быстро устранили. Следующий и последний этап на улице Мирно – ее капитальное строительство. Одна сторона подводок закончена. Думаю, в течение недели работа будет закончена по укладке газопровода. Газопровод меняется в связи с тем, что старый газопровод изношен, прошел все сроки своей эксплуатации. И учитывая то, что в свое время не было возможности применять электрохимозашиту, есть такой метод защиты газопровода от блуждающих токов. И эта служба у нас не работает с 1991 года. Так что газопроводы находились под сильным воздействием электрохимического воздействия. Все проблемы, которые из раза в раз и из года в год поднимались с жителями сила Хейт, решены в кратчайший срок. Жители подключат к новой магистральной линии и газ поступит в каждый дом. Дорогу восстановят и проведут уличное освещение. По этой улице пойдут две ветки газопровода. Среднее давление, второе низкое давление. Среднее давление расширывается на перспективу на промышленные объекты, а низкое давление уже на подачу вот этих домов жителям этого села. И учитывая, что нужно поскорее их сдавать, чтобы прошли благоустройство улицы, тут задействованы две бригады. И планируем еще задействовать третью бригаду, чтобы ускорить работу. Работы на объектах социальной инфраструктуры укладываются в срок. Полностью разводящие сети проложены на улицах Шавлохова, Плеханова и Санакоева. Фестиваль профессионального мастерства и выпускной в Цхенвальском многопрофильном колледже. Выпускники продемонстрировали, чему научили за год обучения в колледже. Учащиеся всех отделений показали то, как они могут шить, строить, восстанавливать автомобили и многое другое. Вот блюдо осетинской кухни, приготовленное руками выпускников отделения повар-кондитер, надолго запомнится посетителям фестиваля. 82 дипломированных специалиста разных рабочих профессий. В колледже состоялся выпуск. Ряды профессиональных строителей, автомехаников, кондитеров, программистов пополнены новыми кадрами. За время учебы они не раз доказывали свой профессионализм, участвуя в различных международных и всероссийских конкурсах. Такой значимый день, когда в наше общество, в нашу республику вольются 82 специалиста. Специалиста по 10 номинациям. И вы сегодня увидите эти отделения и их достижения. Этот день – это праздник труда, праздник созидания. Это праздник мира на нашей благословенной земле. В колледже не только чествовали выпускников. Здесь также прошел фестиваль профессионального мастерства. Молодые специалисты продемонстрировали приобретенные знания и навыки. Зрелищное действие можно было увидеть во дворе учебного заведения. Студенты различных отделов представили свои работы. Например, эти машины собственными руками собрали студенты отдела автомеханик. Одним из востребованных специальностей колледжа является отделение автомеханик. По специальности мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Каждый год отделение выпускает профессионалов своего дела. По словам преподавателя, отделение у них нет производственной базы. Поэтому они покупают негодные автомобили. Учащиеся разбирают их до винтиков и восстанавливают обратно. Эти машины восстановили студенты 2-го и 3-го курсов. Один из них – Валерий Джиранов, участник регионального конкурса «Уолск из Раша», где он набрал самое большое количество баллов за всю историю участия колледжа в подобных мероприятиях. Настоящий восторг произвели учащиеся отделения портной. Красивые, стройные и грациозные. Будущие швеи и дизайнеры показали потрясающую коллекцию. Настоящий показ моду строили студенты отделения портной. Они продемонстрировали как остинские наряды, так и современные. Студенты отделения занимаются не только пошивом, но и конструированием модели остинского национального костюма. Гостей также пригласили окунуться в осетинский быт наших дедов, прадедов, бабушек и прабабушек и отведать ни с чем не сравнимые блюда остинской национальной кухни. На остинском подворье гости задержались надолго. Оторваться от изобилия блюда остинской кухни было сложно. Остинские пироги и пиво, а также дзекка из вкуснейшего остинского сыра. Они вообще все удивительные. Вообще готовят их, правда, хорошо. И каждая группа детей по максимуму показывает свое профессиональное мастерство. Все отделения колледжа показали свои работы, в их числе будущие агрономы. Профессия агронома является одной из самых важных в сельском хозяйстве. Поэтому было принято решение открыть отделение на базе среднего образования. Из обилия десертов студенты отдела повар-конзитер постарались на славу. Различные пирожные и блюда никого не оставили равнодушным. Это говорит просто о профессионализме. То есть педагоги правильно вложили своих учеников в те основы, которые позволят им в дальнейшем очень эффективно трудиться на благо дизны Осетии. Молодцы. Очень вкусно. На фестиваль профессионального мастерства приехали гости из Северной Осетии. Директор Владикавказского торгово-экономического техникума Валерий Абьев подчеркнул, что сегодняшняя демонстрация показала высокий уровень мастерства учащихся. Мы опять очередной раз убедились в том, что уровень учебного заведения, даже за тот неполный год, когда мы были здесь, стал гораздо выше. Видится, что есть жизнь, есть стремление к развитию. И самая главная часть экономики всего государства – это в системе среднего образования. В конце праздничного действия все отделения колледжа получили подарки от министра культуры Жанны Засеевой. Мы посмотрели ту жизнь, которая вам предстоит, которую вы должны еще краше выставлять, строить и делать для будущих потомков. Министр образования Наталья Гасева пожелала студентам колледжа целеустремленности, силы и желания творить. Поблагодарить руководство колледжа вместе со всем педагогическим составом за их умение передавать, учить, мотивировать и, наконец, радоваться тому, к чему мы все вместе приходим. Удачи вам, успехов и большой радости. В завершении праздника для выпускников прозвенел последний звонок. На этой неделе в районах республики Евцхенвале состоялись долгожданные праздники для всех выпускников республики. Завершающим мероприятием стал выпускной бал. Еще за месяц дворит детского творчества, традиционно выступающий организатор масштабного действия начал готовиться к балу. Праздник состоялся на театральной площади под открытым небом. Выпускники со всей республики прошли по красной дорожке. Затем их ждали поздравления и музыкальный сюрприз. В этом году в школе 29 выпускников. Среди них 4 отличника и 13 ударников учебы. Победители республиканских научных конференций. Победители творческих фестивалей и конкурсов песни и танца. Спортсмены. Победители школьных и республиканских мероприятий. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok